Еще раз всем доброе утро. Кто проснулся, пришел нас послушать. Сегодня мы поговорим про статическое сканирование JavaScript, и в частности Dart, языка разработки Dart. Планируем сегодня рассказать вам следующие вещи. Что представляет наше приложение, как мы применяем подход по статическому сканированию исходного кода как на фронт-энде, так и на бэк-энде. Рассмотрим основные проблемы, которые существуют на фронт-энде. Разберем в деталях наш статический анализатор кода. Ну и посмотрим на результаты, что из этого получилось. Меня зовут Дмитрий. На данный момент я являюсь директором по информационной безопасности компании Rike. В области информационной безопасности я более 10 лет. Начинал свою карьеру с разработки. Разрабатывал различные приложения на Java, веб-приложения. Всем привет. Меня зовут Гриша. И у меня немного менее богатая история, чем у Димы. Но я занимаюсь application security и в данный момент работаю в компании Rike. И мне это нравится. Хорошо. Итак, поехали. Посмотрим, что мы из себя представляем. Rike представляет из себя классическое трехуровневое приложение, которое состоит из фронт-энда, бэк-энда и базы данных. Это своего рода такое rich web application, где достаточно большое количество различных запросов со стороны фронта, много аякса, много веб-сокетов и всего много. Более того, наше приложение, а именно фронтовая его часть, состоит из JavaScript во всех его вариациях. Это и классический JavaScript, это и XGS, это и Type.js, это и Angular, это Dart, и куча-куча всего. Все мы знаем, что после появления нового JavaScript-фреймборка старый устаревает практически через месяц. Поэтому данный подход применим и к нам, потому что мы хотим всегда быть на волне. Давайте рассмотрим, а какие существуют подходы по анализу исходного кода на фронт-энде, на фронт-энде в частности. В первую очередь это, конечно, мануальное ревью, ручное ревью, где вы много грепаете, много смотрите, просматриваете глазками, ручками. Второй подход это динамика, то есть существует достаточно большое количество различных сканеров, которые позволяют вам динамически анализировать веб-приложения. Статический подход, то есть существуют как коммерческие, так и бесплатные статические анализаторы исходного кода. Ну и интерактивная, которая представляет из себя смесь динамического и статического подхода по анализам. Как я и сказал, ручное ревью, особенно фронт-энда, это боль. Это просто безумная боль, потому что и фронт-энда много, его различных комбинаций много, JavaScript-язык уникальный, его трудно понимать, что написано, существует достаточно большое количество различных комиксов на эту тему, не люблю я JavaScript, поэтому этот подход, конечно же, труднодостижимый. Что касается динамики, в целом она работает, более того, она работает у нас. У нас выстроен достаточно серьезный подход к анализу и ревью фронт-эн части именно JavaScript-а. Наши доблестные автоматизаторы пишут достаточно большое количество тестов, которые покрывают наше приложение, а мы, в свою очередь, их переиспользуем с точки зрения безопасности. То есть все интегрировано в тестовое окружение, и гоняются такие сканеры, как BIRP, WP-сканы делаем, различные другие проверки, есть и самописные тесты, смотрим на FAST. Все это интегрировано в схему, мы мгновенно получаем информацию о найденных уязвимостях, создаются задачи, разработчики их справляют, и так вот по кругу. Но, к сожалению, не все так хорошо, как я рассказал. Вроде бы он работает, но он работает не всегда. И работает ровночетом плохо из-за специфики нашего приложения. У нас нет классических запросов, как я и говорил, большое количество сокетов, веб-сокетов не позволяют хорошо и динамично анализировать наше приложение. Зачастую необходимо эмулировать и браузер, что вызывает дополнительные сложности. Ну и, конечно же, автотестировщики не резиновые, не могут покрыть всю функциональность, которая присутствует в нашем приложении. Почему нам не рассмотреть подход SASP? Если динамика не совсем работает, давайте посмотрим, как будет работать статика. Почему мы вообще решили смотреть в эту сторону? Ну, на самом деле, по разным причинам. И самое основное заключается в том, что у нас команда достаточно давно и плотно работает со статическими анализаторами исходного кода, но только для бэкэнда. То есть имеется определенный опыт, мы хорошо это развиваем для нашей бэкэнда части. И более того, весь статический анализ у нас основан на кастомных правилах. То есть мы постоянно пишем кастом-правила для нашего анализатора, их усовершенствуем. Все эти кастомные правила базируются на нашей бизнес-логике приложения, на специфичных конструкциях нашего приложения. И это как бы работает. Более того, у нас применен интересный подход, а именно мы размечаем модели на стороне бэкэнда. То есть мы действительно классифицируем данные, поля классов. Примерно следующим образом. То есть у нас есть аннотации, которые представляют для себя классификацию данных, в общем-то. То есть есть поля, которые размечены как sensitive, это чувствительные данные. Туда включаются различные инфекционные данные, финансовые, медицинские, персональные данные. Это понятно, что кастомер-данные, ну и внутренние наши гидо-данные. Соответственно, мы следим на стороне бэкэнда, чтобы эти данные никуда не утекали, нигде не логировать лишний раз. Ну и смотрим вообще диаграмму потока данных благодаря этим аннотациям. В коде это выглядит примерно следующим образом. У нас есть класс, и поля в этом классе размечены определенными аннотациями. Ну, раз такой большой опыт есть, почему бы нам не применить данный подход и для фронт-энда? Несмотря на то, что это JavaScript. На данный момент существуют и коммерческие инструменты, и опенсорсные инструменты по анализу JavaScript. И ежегодно, а то и чаще, различные компании проводят различные исследования в эту тему, пытаются написать статический анализатор, который бы работал либо для всего JavaScript сразу, либо для каких-то его конструкций. В нашем фронт-энде мы уже наелись различными гребами и ручным ревью. Видим, как растет код фронта, команд, который разрабатывают на JavaScript. И принимая внимание, что никакого инструмента для анализа Дартана не существует, мы решили попробовать и написать свой. Но перед тем, как писать, мы осознавали, что все риски, все возможные проблемы, которые там имеются, мы просто физически не покроем. Но если призадуматься, не так много проблем на фронте-то и существует. По-хорошему, их всего две, особенно те, которые нас беспокоят. В первую очередь, это потенциальная утечка данных. И кастомер-данных, и персональных данных. Соответственно, как они могут утекать? Они могут утекать в различных трекингах, которые присутствуют на HTML-страничках, на веб-страничках. Ну и ко всему, тут, наверное, вышел GDPR, который говорит, что будьте аккуратны с персональными данными, вы должны понимать, как и где они у вас используются. Вторая проблема фронта – это кросс-тайскриптинг. Всем известный кросс-тайскриптинг. Что представляет вся проблема по раскрытию персональных данных или других данных на стороне фронта? То есть у вас есть трекинг-аналитика, которая может быть как внутренняя для ваших внутренних аналитиков, так и внешняя. Сюда включается и Яндекс.Метрика, и Google Analytics, и Facebook, и Twitter. И проблема в том, что аналитики имеют доступ к админке той же Google Analytics и могут умышленно или умышленно ее изменить таким образом, что это приведет к раскрытию персональных данных или внутренних данных вашего приложения. Соответственно, никому это не надо. Здесь также проблема и с регрессионным инвестированием. Очень сложно всегда покрывать регрессии места трекинга. Они появляются, исчезают, появляются снова. И выглядит это примерно следующим образом. У нас есть страница, допустим, по восстановлению пароля. В пользователь приходит токен, он на него кликает. И, соответственно, мы бы не хотели, чтобы этот токен не утекал на какие-то третисторонние сайты, не логировался даже на наши внутренние аналитики. Что касается кроссайт-скриптинга, здесь аналогичные проблемы. Все знают, что такое кроссайт-скриптинг. Это когда странный JavaScript выполняется в браузере жертвы. Соответственно, проблемы здесь аналогичны. То есть и регрессии не покрыть нормально, и динамикой, и в ручном режиме найти такие проблемы на постоянной основе очень сложно. Ну и плюс разные компоненты. То есть, как мы сказали, фреймворки одни, фреймворки другие, JavaScript один, JavaScript другой. Классическая вещь. Кто-то что-то вводит в приложение, и этот скрипт отрабатывает в браузере жертвы. Подумав об этих проблемах, мы принялись писать свой анализатор кода, который бы помогал нам устранить именно эти две причины, эти две проблемы. Всем привет. И сегодня мы поговорим сначала немножко про теорию, как вообще это все работает. У вас есть статический анализатор, ему надо иметь некоторое внутреннее представление, чтобы он просто, в принципе, понимал, что это вообще, с чем он работает. И, собственно, построение этой внутренней модели основывается на нескольких компонентах, скажем. И первое — это непосредственно сами модели данных, и как раз-таки это будет выступать в нашей репозитории. Там есть определенные классы, есть определенные поля, и мы будем основываться именно на этом. Второе — это аиста-дерево. Это дерево, в котором внутренние вершины соответствуют операторам, а листья соответствуют операндам. Это позволяет вам понимать, что язык, какие есть лексемы в языке, как это все выглядит, и хоть как-то иметь представление о вашем коде. Затем вам необходимо построить граф контроля выполнения, для того, чтобы вы могли отследить все цепочки, по которым может пойти ваша программа, и граф вызовов, который позволит вам плавно переходить из-за вызова одного метода, вызов другой, и анализировать все, что там происходит. Давайте немножко остановимся подробнее про аиста, и про него поговорим. Вот на таком простом примере у вас есть просто if, и есть некоторый код внутри if, else, и есть продолжение. Ваше аиста-дерево будет выглядеть примерно следующим образом. Вот у вас есть условия, потом, что мы делаем, если оно true, и как раз таки вот есть вызов непосредственного метода. Но как бы это не только для дарту актуально, есть для всего джаваскрипта уже давным-давно написано куча разных аиста-парсеров, например, для тайп-скрипта тоже есть, есть для ангуляра тоже аиста-парсер на ноде, поэтому, скорее всего, вам самим это делать не придется. За вас это уже давным-давно было все написано. Также еще очень полезно опираться на такую вещь, как зависимости, потому что, как вы все знаете, у вас и в питоне, и в ноде есть различные менеджеры пакетов, например, как pip в питоне, или npmk в ноде, и вы всегда будете подтягивать разные зависимости. Как Дима говорил ранее, что в компонентах могут быть большое количество проблем, и нам необходимо тоже всегда их отслеживать, потому что, особенно для Дарта, нет никаких особо ресерчеров, которые ищут уязвимости, мы зайдем, посмотрим в dependency checker и увидим, что там есть проблемы. Поэтому необходимо сделать это самостоятельно. Для этого в Дарте есть такая штука, как pub, вы указываете, какие зависимости вам нужны, вызываете этот pub, он подтягивает и потом указывает у вас, куда он положит все эти пакетики. Дарт все в open source лежит, поэтому мы можем точно так же пойти не только посканить свой код, но и все компоненты, которые вызываются или используются в нем. Парсинг из Дарте будет выглядеть примерно следующим образом, и отметим те моменты, которые очень важно помнить, когда вы это делаете. Первое, не забывайте про импорты, потому что импорты, бывают импорты ваших, как вашего SDK какого-то, вам тоже возможно будет зайти, посмотреть что-то, или вызов каких-то кастомных импортов, это могут быть как ваши собственные библиотеки, так и опять же различные компоненты. Дальше, еще тоже важно не забывать о том, что бывают различные транзитивные импорты, когда у вас есть какая-то библиотека, которая инкомпсулирует себя, вызов подключения других библиотек, и вы подключаете, 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 и это тоже очень важно делать на этапе ST-парсинга, чтобы вы понимали, куда потом дальше смотреть. И непосредственно уже самая простая конструкция, это непосредственно начало самого именно сканера посещения. Используется Pattern Visitor для того, чтобы вы могли зайти и посмотреть каждую именно ноду из вашего IST-дерева и решить, что же с ним надо сделать. Надо делать это или надо делать вот то. И еще также очень важно понимать, что для вашего инвизатора, если вы что-то будете сами делать, вам нужно очень-очень хорошо понимать, как в принципе вообще работает ваш код, как там что происходит. Например, так как у нас есть Dart-приложение работает вместе с Angular, нам необходимо не только в Dart-коде копаться, нам еще нужно понимать, что вообще происходит в Angular. И мы можем это сделать, потому что у нас Dart основан на компонентах, и у каждой компонента есть некоторый Angular-шаблон. И в каждой компоненте есть прямая ссылка вот как раз-таки на этот самый шаблон. И вы можете взять и взять, собственно, саму HTML-ку этого темплейта и ее тоже распарсить Angular-парсером. Парсер будет, когда видит импорт, ну, какие-то компоненты, пойдет в нужную HTML-ку, распарсит ее, и вы потом для Angular-а будете использовать точно такой же подход с визиторами. Вы будете ходить по всем нодам и решать, что вы с ними будете дальше делать. Немножко поговорим дальше уже про саму реализацию самого скана. Он основывается на представлении внутренней модели в виде графа диаграмма выполнения и графа вызовов. Для этого мы вообще используем контекст. Контекст, в котором будет храниться необходимая информация для вашего класса, мета-информации и прочее. В нашем случае мы используем таких два. Первый — это глобальный контекст, в котором мы с помощью наших разметок заносим некоторую, как раз таки, информацию. И локальный контекст. Это у вас, например, в каком-то методе стоит какая-то локальная переменная и ей там что-то присваивается. И этот локальный контекст будет существовать в рамках, например, вашего метода. Вот, например, как бы выглядело для того самого кода, который мы рассматривали раньше, выглядит именно граф потокового выполнения. Он будет выглядеть примерно следующим образом. У вас есть if. В одном случае вы делаете одно, а в другом случае вы делаете другое. И затем у вас уже ваш флоу, он расшелся на две цепочки. Две абсолютно разные цепочки. И для того, чтобы мы это могли отслеживать, когда мы видим if-else-клозы, ну, именно выражения, нам необходимо сделать двух визиторов, которые получат от предыдущего выполнения некоторый локальный контекст и будут с ним работать. После отработки этого визитора, в который мы поместили локальный контекст, мы обновляем уже на основе этих результатов, мы обновляем наш контекст, который был в методе, которому это вызывалось. Выглядеть в коде это будет примерно следующим образом. Когда мы видим ноту с if, мы как раз таки и вот это вот ветвление, реализуем это в коде с помощью двух различных визиторов. И так же граф вызовов. Собой он будет представлять именно новый визитор с пустым контекстом, потому что именно контекст ему не нужен, ему нужна только некоторая информация о параметрах, которые ему передали. И глобальный контекст. Он отработал, и вы дальше работаете с локальным контекстом, к которому предошел вызов. Выглядеть в коде это будет примерно следующим образом. Вам самое главное, это если вы видите именно вызов метода, это правильно построить маппинг на его объявление, чтобы вы могли увидеть именно его тело и по нему пройтись. Есть различные там особенности с наследованием, которые тоже надо учитывать. Но кроме того, как вот явных вызовов, еще бывают и такие неявные, которые тоже не стоит забывать. Например, в связке с ангуляром, в вашем ангуляр коде точно так же может быть вызван некоторый метод. Вот, например, компоненты. Там вот видите, идет вызов метода getUserNamesByDiz, и вам необходимо строить именно маппинг между вашим ангуляром и вашим дартовым кодом и понимать, что происходит и даже в этой конструкции ангуляровской. Кроме этого, тогда я это еще немного не договорил, это вот немного схоже с тем примером, когда у вас, например, в Java коде неявно вызывается некоторый метод toString. Он явно не вызывается, но когда вы, например, делаете плюсик и какой-то стринг, то он явно происходит, этот вызов. И это об этом надо всегда помнить. Также у вас, кроме вот вызовов из ангуляр кода, еще есть компоненты, как включение одной компоненты в другую. Как раз таки это очень часто происходит, когда вы включаете некоторые третисторонние компоненты. У вас в вашем ангуляр коде вы указываете тегом название компоненты. Когда ваш интерпретратор ищет, какие компоненты есть, уходит нужный селектор и, по сути, как включает компоненты внутрь нее. Это очень схоже как раз таки с вызовом метода, потому что у каждой компоненты есть свой собственный жизненный цикл. И как у любого вызова метода, всегда еще есть параметры, которые вы тоже можете явным образом по аннотациям, которые обязательны для компонентов, вы можете его извлечь отсюда. И еще есть один неявный способ, это так называемые пайпы. Что такое пайп? У вас будет ваш ангуляр код, потом символ пайпа и некоторое название. Интерпретратор пойдет, поищет пайп с таким названием и вызовет у него метод transform. Мы взяли сам вэлью, применили к нему пайп, и в итоге мы получим не сам вэлью, а получим сам вэлью тест после выполнения этого метода transform. Об этом тоже надо очень сильно хорошо помнить. Такие штуки очень актуальны для ангуляра. Почти во всех и в реализациях это есть. Вот. И мы вообще приходим к тому, что все, что мы о чем сейчас поговорили, это все можно реализовать довольно-таки, довольно-таки просто в плане именно связи с AST-деревом. Нам необходимо просто посещать AST-дерево в глубину с выполнением тех условий, которые мы говорили раньше, про контексты, про визиторов и прочее. Посмотрим на примере, что действительно так. Вот есть опять наш код. И мы, например, когда ходим по нашим AST-деревам, мы ушли в глубину в левую ветку. И как это все будет выглядеть, если мы сравним его с теми деграмами, про которые мы говорили, будет выглядеть примерно следующим образом. Мы увидим здесь то же самое. Пойдем в правую ветку и получаем то, что у нас наше решение, оно прошлось и влево, и вправо, и все выполнено, как мы ожидали. И затем третий раз, когда он уже прошел по этим двум веткам, мы наверх передали информацию о том, что у нас был ниже if-close, и следовательно нужно пройти два раза с разными предыдущими результатами, с разными локальными контекстами. И это будет выглядеть в одном случае вот так, в другом случае это будет вызов просто другого метода. Но мы в любом случае мы и по одной ветке пойдем в continue-метод, и по другой ветке туда тоже пойдем. Это вот мы поговорили сейчас про внутреннее представление, и сейчас давайте перейдем к анализу, как это вообще все выглядит. У вас, когда вы анализируете, есть какой-то как tainted flag. Это некоторый недоверенный input или просто какая-то пометка, что там есть данные определенного типа. Эти данные по flow, который мы рассказывали, он перетекает из одних данных, в другие какие-то переменные, в методы и прочее, и прочее, растекается, тем самым помечая другие переменные, другие вещи, помечая их тоже этим самым tainted flag. А затем вот эти данные, они попадают в, например, в нашем случае мы можем разместить их с помощью аннотаций. У нас вот есть наш класс юзер, и мы говорим, что у него имя это персональные данные. Но кроме как в коде, потому что в коде это обычно делают разработчики, мы не можем гарантировать, что они всегда это будут размечать, не будут забывать. Нам точно так же необходимо контролировать еще это дополнительно самим. И для этого мы точно так же с помощью конфигурации нашего сканера можем им сказать, что, пожалуйста, вот эти вот данные, которые будут именно в класс, который содержит в себе юзер, и такие-то поля, означают как именно personal data. После того, как мы прошли, разметили весь флоу, разметили все переменные, у нас для уязвимости необходимо, чтобы он попал в так называемый синг. Это как раз таки место, в котором при попадании туда определенных данных как раз таки будет именно срабатывание, что это уязвимость. Синг мы тоже можем с помощью аннотаций помечать, что вот этот метод это как раз таки есть синг. Либо не только в коде по причинописаниям ранее, но и в том числе и в конфиге. Мы указываем, какие флаги недопустимы для этого метода, ну или чего-то еще, и вот мы таким способом описываем. Сейчас давайте поговорим про примеры. На примерах рассмотрим, как это все выглядит в жизни, какие цепочки проходит сканер, когда ищет какие-то уязвимости. И начнем давайте с трекинга. Вот у вас есть некоторый метод add, у него есть объявление локальной переменной парамс, которую мы делаем из мапки, в которую кладем как раз таки полное имя юзера. И затем что делает сканер? Он видит этот вот филд и смотрит свой глобальный контекст и находит, что вот эти данные у нас помечены тентед флагом именно personal data. Окей, мы это запомнили. Затем он идет дальше по flow и видит, что у нас фигурирует именно анализация переменной и он в локальном контексте помечает, что вот с этим тентед флагом этот переменный тоже содержит в себе этот тентед флаг. Окей, идем дальше. Видит вызов некоторого метода и вспоминает, что у нас в локальном контексте парамс указан как именно помечено с тентед флагом personal data. А затем у нас производит вызов некоторого этого самого метода и он в глобальном контексте опять же вспоминает, что это у нас является синком. Следовательно, мы получаем проблему, потому что у нас данные с тентед флагом попали в синк. Это плохо. И затем мы получаем после этого некоторый выхлоп о том, что ребята, посмотрите вот в этот место коде, оно скорее всего с проблемой. Немножко про XSS. Опять же, про них много говорили все и много все будут говорить. для торта ангуляра они довольно специфичные, потому что по дефолту вообще происходит везде эскейпинг. Но всегда можно выстрелить самому себе в ногу, вызвать вот эти методы и эскейпинг будет снят. Вот есть все возможные методы, как это можно сделать. Что для нас в принципе в терминах синк, тентед флага будет собой представлять XSS. У нас есть некий юзерский ввод. Как мы его можем описать с помощью наших аннотаций? Это просто объединение множеств всех вот этих чувствительных данных, потому что они все тем или иным способом мы получаем их именно от юзера. И второе обязательное условие, второй флаг это вызов вот этого анескейпа так называемого. Что же для нас будет являться синком? У нас есть два типа синков, один прям ангулярный, вот все возможные места, в которые если попадают данные могут прийти из XSS, ну и в том числе и в Dart коде тоже есть различные атрибуты. Как будет действовать сканер, когда он будет все это смотреть? Он в нашей ангулярной страничке увидит некоторый айтем и он не будет сначала понимать что это такое. Начинаем смотреть в ангуляре что такое айтем. Вот у нас есть цикл и именно он итерирует некоторый объект айтемс. Дальше надо смотреть что такое айтемс. А вот айтемс уже будет лежать у нас в нашем Dart коде. Он увидит айтемс это некоторый список с с классом юзеров. Значит когда мы в этом месте вызываем айтем фулнейм мы по сути берем некоторого юзера и у него вызываем фулнейм. Что же это в наших терминах? Правильно. Он вспоминает конфигурационный файл в котором мы указывали что данные лежащие в таких классах с таким названием они будут являться персональными данными. Следовательно мы уже получили первый флаг который был необходим для XSS Смотрим дальше. Он видит кей применяется некоторый пайп. Что это за пайп такой? Находит его в коде и смотрит сразу же метод трансформ потому что он знает как вообще выглядит флоу с пайпами и как раз таки вот он здесь и получает нашу заветную bypass security html и получает второй флаг. Следовательно у нас уже два флага собрано. Осталось только посмотреть на тот самый синк. Но синки у нас уже были явным образом описаны мы все их перечислили у нас уже все способы как это можно сделать и следовательно у нас встроенное в анализатор понимание какие синки есть для xss и следовательно мы тоже получаем проблему и получаем после нахождения проблемы получаем некоторый алертинг что вот ребят посмотрите тут скорее всего xss сейчас давайте немножко подытожим что здесь вообще у нас получилось мы научились находить некоторые узимости которые у нас раньше не получалось находить потому что их было очень очень много и мы просто тупо не успевали их искать с атотестами тоже не все кейсы были покрыты и поэтому статика нам помогла также нам помогает это и в регрессии у нас есть некоторый набор наших старых багов которые с некоторой вероятностью могут быть появиться заново и поэтому научив наш скади находить все наши старые узимости мы гарантируем точно что если вдруг ребята возьмут и вернут багу мы ее точно найдем также у нас есть несколько способов контролировать вот эти самые антраст инпуты первое это разобойщики размечают мы в этом тоже можем помогать конфиг анализатора который поработает конечно же по грепу но по другому в автоматическом режиме это никак не сделать ну и также у нас здесь дополнительные утилиты которые основаны на аисте дереве которые позволяют нам во первых и понимать какие данные у нас хранятся в том или ином приложении фронтовом и также контролировать что разработчики не забыли ту или иную штуку разметить также еще большая в этом всем польза это кастомизация в отличие от большинства слов которые вы покупаете если по каким-то причинам например вы не можете какой-то рул сделать ну невозможно это к сожалению то вам придется пойти в сканер говорить ребята доделайте пожалуйста функциональность и не факт что они это сделают в нашем случае мы всегда взяли нашли какую-то проблему и пошли ее у нас же тоже подпилили это очень удобно у нас довольно-таки невысокий рейд фолз позитивов где-то 10 процентов на трекинг что в принципе нормально нас это вполне себе устраивает около 40 процентов по xss да 40 процентов это кажется довольно-таки много но не совсем их не такое прям гигантское количество что там сотнями тысячами измеряются измеряются буквально десятками разгрести пару фолзов там на уровне 10 это не проблема из больших плюсов это именно малые затраты у нас на разработку этого ушло очень мало времени буквально пару месяцев в фоновом режиме и это хорошо потому что мы потратили меньше времени на разработку чем в итоге потратили бы на мануальную ревью и постоянное бегание по этому фронтовому коду с кровавыми глазками и также на поддержку тоже уходит немного совсем потому что мы какие-то вещи находим какие-то фолз негативы и нам нужно просто конкретный кейс нужно подкрутить из полезных ссылок можем дать это ссылки на IST парсер для ангуляра IST парсер для дорта и также немного по теорию по статическому анализу ну вот на этом у нас в принципе как бы и все по статическому анализу по статическому анализу